Встречайте, Екатерина Попова! Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Вы правда следопыт? Я всего лишь кинолог. Что делаете? Я занимаюсь дрессировкой, коррекцией поведения, спортивным послушанием, реабилитацией. Но, как я понимаю, сегодня вы нас поражать будете не этими умениями. Способен ли человек определить породу собаки по отпечатку ее лапы? Проверим вместе с Екатериной Поповой. Ну что ж, мы приглашаем в студию хозяев собак разных пород и их питомцев. Прошу. Какая классная компания. Просто шикарно. Итак, в студии вы видите 20 собак разных пород. Сейчас наша героиня познакомится с каждой собакой, изучит их лапы. Ну, а дальше будет испытание. Прошу, приступайте. Нас Бигаль. Зовут Арчик. Привет. Я лапку. Привет. Привет. Ай, брау. Хорошо. Умница. Пудель по кличке Симба. Дай. Ай, брау. Хорошо. У нас немецкий шпиц по кличке Винни. Австралийская овчарка. Ай, молодец. Молодец. Ромашка, французский бульдог. Отлично. Супер пёс. Хаски. Голубые глазки. Все знают, все любят. Метис. Цверкпинчер и шелти. Браво, молодец. Золотистый ретривер Вегас. Ай, супер собака. Мопсик. Браво, молодец. Очаровательная самоедская собака. Молодец от Миши. Баб Тейл. Замечательнейшая собака Амур. Вельш Корги Пенброк. Весь мое золото, да. Дай посмотрю. Супер собака. Аплодисменты. Потому что знакомство состоялось. Теперь я упрошу нашей участнице вынести кресло, завязать ей глаза и надеть наушники. Теперь любой из наших звездных гостей подойдите к собаке, укажите, если вы боитесь, что вслух будет что-то произнесено, укажите на собаку. Живое общение с четвероногими. Мне нравятся все собаки. Я собачница. Но я выбираю, знаете, по принципу, чтобы примерно был одинаковый размер лап у некоторых собак. Мне кажется, у этих обеих он примерно одного размера. Поэтому давай выберем тебя. Прекрасно. Оль, спасибо большое. Спасибо вам. Аплодисменты. Василий Андреевич, прошу. Я, наверное, присоединюсь к тому же принципу. Такого красавца, если можно. Прекрасно. Прекрасный выбор. Наталья. Так, Александр, так как у меня в 90-е была собака, мне подарили кокер-спаниель. Поэтому я хочу выбрать спаниеля. Можно? Да, имейте право. Да, давайте вас. Хорошо. Наталья, спасибо. И Евгений, ваш выход. Какие вы классные. Нет, ребят. Чего? Чего? Лучшая игрушка для собаки Евгений Повнышин. Лучшая игрушка для вашего питомца. Ромашку. Отлично. Все, Жень, спасибо большое. Спасибо. Мы благодарим всех остальных участников. Сейчас я попрошу ассистентов забрать собачьи паспорта у тех собак, которые выбрали наши звездные гости. Вот это стенд, на котором мы паспорта и разместим. Ну и там же на стенде появятся и отпечатки лап, которые сделают вот эти выбранные барбосы. И я прошу последовательно провести ваших питомцев по краске. Прошу вас. Я специально выяснял, что это за краска. Меня уверили, что она гипоаллергенная. Вот синяя дорожка у нас уже есть. Прошу. Следующий участник. Французский бульдог на красной дорожке. Зеленая дорожка, прошу вас. И четвертый участник по черной дорожке, прошу вас. Я попрошу ассистентов удалить все следы с пола, чтобы мы не увидели, куда ведут эти следы. Ну, отпечатки на стенде. А это красиво, надо сказать. Мне кажется, все готово для того, чтобы снять с Екатерины повязку и наушники. И готово. Если она определит, это будет вообще круто. Спасибо. Пока вы дремали в повязке и наушниках. Наши звездные гости выбрали каждый по одной собаке. Все эти собаки по очереди прошли по цветной краске. Ваша задача определить, какой породы собака шла по синей дорожке, по красной, по зеленой, по черной. Проверочные у нас есть паспорта. Хорошо. Вы готовы? Да. Удачи. Прошу вас. Спасибо. Да ладно, ну это невозможно. Ну, объективно. Если можно, рассуждайте вслух. Да, можно. Номер 4 золотистый ретривер. 4 золотистый ретривер. А есть какие-то отличительные черты? Просто мне на самом деле любопытно. Я бы посмотрел на собаку и понял, что кроме ретривера есть еще несколько кандидатов на черную дорожку. Маникюр. Не знаю. У меня у самой золотистый ретривер. Поэтому вы знакомы со следом ретривера. Очень похоже, да. Давайте проверять сразу. Прошу вас. Страшно? Ну. Сибирский хаск яркий. А это хаски. Но все равно. Окей. Все равно, к сожалению, первая мима. Но можно поаплодировать Екатерине за попытку. Но надо ее поддержать. Ну, хорошо. Номер 1. Я думаю, что это кавалеркинг Чарльз Паниель. Номер 1. Синяя. Предположим. Давайте вот кто-нибудь из звездных гостей. Ну, давайте я. Откройте, пожалуйста, паспорт. Я выбирала. Посмотрим. Итак, Екатерина, прошу вас. Ваша версия на верхней строке. Кавалеркинг Чарльз Паниель. Кавалеркинг Чарльз Паниель. Моцартс. Угадано, да? Да. Угадано. Правильно, правильно. У вас просто легкая рука. Синяя дорожка. Боксерская. Синий костюм. Боксерская. Красота. Аплодисменты Натальи. Тяжелая. Екатерина, прошу. Вы сейчас размышляете над какой дорожкой? Над красной, номер два. Над красной дорожкой. И претенденты? Французский бульдог. Прям так уверенно, да? Нет, нет, я пока еще думаю. Хорошо. Но предполагаю. Хорошо. Нет, на самом деле, вы же можете не только форма лапы, но длина шага. Да. Уверенность поступи. Да. В припрыжку ли или так? Более того, на какой палец собака переносит движение. Да-да-да. Я все-таки думаю, что это французский бульдог. Французский бульдог. Кто-нибудь, помогите, Евгений, прошу. Итак, мнение Екатерины, французский бульдог. И правильный ответ. Женя, не томите. Да. Ура! 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 Все верно. Все верно. Жень, спасибо. Если бы вы знали, как она целуется. Знаю, я же подходила. Мы все это видели. А как она целуется. Екатерина, простите, а вот почему вы не подумали, что, ну, например, это мопс? Да, кстати. Объясню. Если вы обратили внимание, когда собаки делали круг, я очень внимательно следила за поступью. Кто как переносит вес. Здесь очень четко видно, что распределение идет с пятки на пальчик. То есть вы хотите сказать, что вы успели заметить еще и походку каждой собаки? Ну, я все-таки, да. Ну, нет, хорошо, хорошо. Пока две угаданных дорожки и одна ошибка. Осталась зеленая дорожка. Прошу вас. Ох, неоднозначно очень. Размер, подходящий здесь под три собаки. Кто? Это метис, сверхпинчеры и шелти. Да, пожалуй. Это птиборбансон. Таксы, может быть, но для таксы поступь. Таксу должны просто были вот так переставлять. Да. Итак, у меня остается два основных претендента. Два претендента остались? Да. И кто они? Это птиборбансон и метис. Да. И метис. И побеждает. Пусть это будет метис-джокер. Ну, хорошо. Ольга, прошу. Так. Это метис по мнению Екатерины. Это же я выбирала. Я так в вас верила. Ну, блестяще. Блестяще. Оль, спасибо вам. Спасибо большое. И, Екатерина, вам аплодисменты, потому что три из четырех – это, в общем… Екатерина, вы нас удивили. Спасибо огромное. Нам было очень приятно посмотреть на всех участников. Давайте поаплодируем. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин